Всех приветствую! Это канал Александр Плей, Викинг Музыки. И сегодня у нас с вами четвертый урок из плейлиста гамма-арпеджио-аккорды. На этом уроке мы с вами изучим, как же сыграть гамму-до-мажор так называемой пятипальцевой аппликатурой. Да, для некоторых людей это может стать открытием. Оказывается, гамму-до-мажор можно играть помимо нашей традиционной аппликатуры. Каждый палец на свой ряд. Еще играть с использованием первого пальца. И вот этот первый палец я бы хотел видеть под своим видео. Поэтому обязательно ставьте лайк, кто смотрит мои уроки, так сказать, отметьтесь о своем присутствии. И напишите комментарий, что я пришел на урок, учусь. А я вам тоже поставлю лайк, фирменный от Александра Плей. Итак, как же нам сыграть гамму-до-мажор с использованием первого пальца? Ну смотрите, сначала поставим себе задачу сыграть эту гамму пятипальцевой аппликатурой в пределах одной октавы. Так же, как мы в прошлый раз делали традиционной аппликатурой. Вот это называется традиционная, каждый палец на свой ряд. А это пятипальцевая или можно даже ее назвать еще позиционная. Когда используются подряд растущие на руке пальцы. Когда пальцы идут подряд, то нам проще играть. То есть нам сложно же вот, например, вот так вот чередовать вот очень-очень быстро, очень долго. А когда... Или туда-сюда... Это вообще идеально играется. То есть, когда по порядку играть проще. И вот эти принципы сюда заложили. Но об этом чуть позже я еще скажу. Так вот, в пределах одной октавы. Как сыграть гамму до мажор? Смотрите, очень просто. Называю пальцы, номера пальцев и играю. Смотрите. Два, три, четыре, потом один. А потом по порядку. Два, три, четыре, пять. И назад этими же пальцами. Четыре, три, два, один. Один, а потом четыре, три, два. О, как посмотрите еще внимательно. Смотрите. Два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Пять и назад. Четыре, три, два, один, четыре, три, два. О, феноменально. Попробуйте, попробуйте. У вас сразу, так сказать, мировоззрение ваше поменяется. Мировоззрение поменяется. Давайте в пределах одной октавы сыграем. И будем играть на разжим-сжим, как мы на тех уроках делали. Поехали. Идет сначала разжим. Сжим. О, замечательно. И это нужно потихонечку, побыстрее играть и сыграть двумя руками. Соблюдая разжим-сжим. Вот, решили мы с вами эту задачку. Давайте для интереса поиграем нон-легато. Одной рукой сыграем. Тут важно следить, чтобы пальцы идеально точно попадали на клавиши. И двумя руками так же. Чтоб не где-то криво, а идеально точно на нужное место клавиши, которое вы сами должны чувствовать. Не будет же вам человек постоянно со стороны говорить, о, вот здесь чуть-чуть не так пал, вот здесь не так. У меня как бы в голове компьютер, который говорит, о, вот здесь чуть-чуть не так попал, здесь чуть-чуть не так попал. По поводу карусели скажу сразу. Я ее играл очень давно, когда только взял впервые в руки баян и муштровал ее часами. И у меня настолько уже вот эти ощущения, зажатые в ней, накопились, что я ее нормально не могу сыграть. Я как бы слышу, что звучит не так, как хотелось бы. Хотелось бы четкость, идеальные штрихи, чтобы были. А так четко не получается, потому что руки зажимает. А вот Боссанову я только что выучил, а она нормально идет. То есть у меня не зажимается практически. Ну немножко может быть, но это как бы нормально все. То есть вот кто играет что-то старое, вы сразу, мой совет, примите ко вниманию. Если вы хотите в будущем, если у вас не очень получается, но вы хотите в будущем до совершенства довести именно это произведение, вам вой не довести. В том-то и дело, что не довести. Вот вы хоть убейтесь, а вы только себе навредите. То есть вы должны все забыть, что вы играли. Начинать с нуля путь викинга, искать свободу в руках, и потом только переходить к более сложным. А то, что вы уже, так сказать, шаловливыми руками, до чего вы добрались, вы уже потом это не сыграете нормально. Как бы вы можете играть, но имейте в виду, если вам еще рано это играть, у вас потом не получится. Вот такая вот ерунда. Ну да ладно, будете это в другую тональность переводить, чтобы были другие ощущения механические, тогда только может получиться, но не знаю. Мне надоело уже карусель, я не хочу над ней работать, если честно. Как бы я могу сыграть ее медленнее и четко, но на видео хотелось именно быстро. Разбор не знаю, надо, конечно, сделать. Надо, конечно, сделать. Ну да ладно, нон-легато, нон-легато мы с вами сыграли. Теперь давайте поиграем стакката. Тоже так же нужно сначала научиться играть просто стакката, когда вы отталкиваетесь от клавиши, но сверху не бьете, то есть вы играете приемом, который называется толчок. А потом нужно долбежкой научиться играть. Здесь при пяти пальцах, конечно, это сделать намного сложнее. Вам может со стороны кажется, что так не сложно. А на самом деле вы когда попробуете, вам покажется, а ты что, Александр, совсем что ли? Как так вообще возможно сыграть? А вот оказывается возможно. Возможно, если потренироваться. Ну и двумя руками тоже. Вот надо более точно попадать. Может быть, вам это незаметно? Вот я сейчас почувствовал. В первом случае я не так точно попал, во втором точно попал. Но это буквально миллиметры. А по звучанию это нормально. То есть вот точно работать над миллиметрами попадания на каждую клавишу, чтобы вы прям вот играли, и у вас каждый раз в голове где-то отмечалось, хорошо-плохо, хорошо-плохо, и вот так, и вы постепенно все сводите, что хорошо-хорошо, и вот так вот работаете, понимаете? Вот это очень важно. А теперь давайте посмотрим, как сыграть гамму до мажор пятипальцевой аппликатурой уже на две октавы. Тут аппликатура будет несколько другая, потому что мы же тут до пятого дошли и обратно вернулись, а на две-то октавы нам надо дальше двигаться. Поэтому смотрите, какие чудеса аппликатура подбирания мы здесь наблюдаем. Смотрите. Играем легато на две октавы. Поехали. Пальцы называют два, три, четыре, один, все так же, два, три, а вот здесь на си первый, потом дальше два, три, четыре, один, два, три, четыре, также пять, четыре, три, два, один, четыре, три, два, один, три, два, один, четыре, три, два. Понятно? Еще раз посмотрите, пройдем. Два, два, три, четыре, один, два, три, один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, пять. Четыре, три, два, один, четыре, три, два, один, три, два, один, четыре, три, два. Вот, и вы должны это сыграть на две октавы Легато одной рукой Когда играете что-то легато То чтобы сыграть это быстрее Тоже в чем-то возможно есть сходство Когда вот есть такое стаккато А есть вот такое И также и легато Вы можете просто толчками играть Просто толчками Ну и в принципе так можно и быстро Но для большей свободы нужно Тут видите как Нужно как бы если вам надо свободнее Нужно чуть-чуть и удары подключать Вот я сейчас чуть-чуть ударов подключил То есть я не просто вдавливаю А еще и вот так приудариваю Приудариваю Но потом со временем У вас будет такое ощущение в руке Что вы и удар особо сильный не применяете Но при этом он получается сам Вот как-то так Вот как в карате, не знаю, в боксе Я правда этим не занимался Но сходство какое-то есть То есть изначально охота Ну видите Философия музыки Философия игры музыкальной Это так же как философия жизни Сначала человеку охота Прыгать, веселиться Так же и тут Сначала допустим охота Как-то вот так вот Поударять прям чрезмерно сильно А в будущем Вы становитесь как бы скромнее И ваши движения тоже становятся скромнее Но при этом они наиболее нужны Наиболее естественны И они вам не мешают Не разрушают вашу руку Или вашу жизнь Там поступки какие-то Понимаете И поэтому Если смотреть на Выдающихся баянистов То можно увидеть, что у них Уже движения только те Которые нужны Ну конечно Это бывает по-разному у всех Но опять-таки Вы можете посмотреть Допустим на Склярова Или посмотреть на Олега Шарова В молодости И где вот вы увидите Только нужное движение А где вы увидите прямо Сверх танцы на клавиатуре Это все впечатляет Они конечно высочайшего уровня баянисты Но посмотрите просто Что есть вот разные Так сказать Подходы к тому Чтобы перемещаться по клавиатуре То есть я даже думаю Что если бы Скляров играл Вот эти весенние голоса То мы бы Таких Ну Чисто внешне Очень впечатляющих движений Мы бы не увидели Но качество бы было Понимаете В чем сложность игры Ну да ладно Мы с вами значит сыграли Легато на две октавы Но мы играли Именно с меньшим ударом А можно Начать уже тренировать пальцы Заставлять их ударять Чтобы они были как молоточки Специально так поиграть Специально так потренироваться Вы можете специально Про это не думать Но такие намеки Я вам даю Но специально В это не влезайте Как говорится Если получается играть То получается Сильно в это не нужно Влезать именно В контроль механики Потому что Все равно Дело-то все в голове А это уже как Такие что ли Для тех у кого нормально Голова понимает Что ему играть Когда он уже понял Он уже просто ищет Уже какие-то Роскошь какую-то ищет В том чтобы Осознать себя Свои движения Может это даже И не так обязательно Таким копанием заниматься Ну вот Значит сыграйте Легато в две октавы И дальше Играйте двумя руками Легато в две октавы Никаких акцентов не делайте Просто низкие звуки Играйте тише Высокие громче То есть крешенда Потом пять диминуэнда делайте Ну либо намек Вот на такую динамику Вот дальше Все Нон легато уже не будем Могать Хватит В группировках У нас не будет Никого нон легато Но уже нам особо не нужно Стаката надо Стаката поиграем На группировке Мы будем играть Не пятипальцевой Сейчас я еще скажу про это А это просто вам Так сказать Для интереса Она не Так сказать Пятипальцевая Для тех кто не может Нормальной сыграть У кого сил не хватает Скляров он И традиционной Сыграет быстрее Чем вы пятипальцевая Если будете сидеть И мучиться Понимаете Хотя в пятипальцевой Есть конечно Свой плюс Что скорость дает Но это Имейте ввиду Она качество Это не дает Такого Там не такие удары Совершаются По клавишам Чтобы играть Скляровским штрихом Вы все равно Будете играть Виртуозно Но это как каша Будет слишком Все слитно Связано будет Вот поэтому И она И не панацея Вовсе А панацея Это сидеть Заниматься Часами На баяне И играть Любой аппликатурой И с хорошим Качеством Вот это вот То есть Невозможно Никак схитрить Если вы не будете Заниматься У вас не получится Ни пятипальцевый Ни обычный А так получится И такой И такой В принципе Даже Так вот Давайте Поиграем На две октавы Ну я уже Не буду Медленно Показывать У меня Как бы Это не сложно Я и быстрее могу Но Вы Медленно Сначала Играйте Но если на две октавы Все равно Надо чуть быстрее Чем на одну октаву Иначе Какой смысл Проще на одну Постепенно Вот такого Добейтесь У вас получится Старайтесь Именно безошибочно Чтобы у вас Не было ничего лишнего Какие-то варианты С ошибками Вы их пока Оставьте себе А мне уже Показывайте Когда у вас Получится идеально Я посмотрел Сказал О Все правильно И все А если Бывает мне посылают Видео Я начинаю Анализировать Анализ Даю Говорю Что вот здесь 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 А человек Возьмет Второй раз Сыграет Все будет По другому Картина Как будто Я ничего И не говорил Потому что Нету еще Понимания Того Чтобы вот Именно В каждый момент Времени Себя Анализировать Вот это важно Как я испугался Снег упал С балкона Значит Там снег Образуется И вот Он начинает Падать Да Я думал Уже Слишком громко Играю Уже Надоел Кому-то Как будто Кто-то Прям летит Там С балкона Нет Все нормально Это снег Ну у нас В квартире Звукоизоляция Довольно Хорошая То есть Как бы Ну мало Что слышно На самом деле Даже бывает Соседи Если включают Громкую музыку Которая Там в миллион Раз громче Чем мой Баянчик Какой-то А я даже Это почти Не слышу Там только Немножко Так передается Какие-то Низкие частоты Еще То есть В принципе Нормально Это еще Такого Видимо Старого Обратца Квартира Как бы Со звукоизоляцией Это неплохо Неплохо Вот Сегодня Я Во второй Половине Дня Иду на работу А в первой Половине Я решил Что-то У меня Вдохновение Прямо Какое-то Я решил Все-таки Сесть И прям Продолжить Съемку Это знаете Сколько Приготовлений Всяких Надо Чтобы Съемку Начать Вот Это Все Установить Это У меня Жене Всегда Так Стоит В квартире Я Это Все Меняю Поэтому Кто Занимается Пожалуйста Поставьте Лайк Комментарий Так Сказать Помощь Всегда Желательно Каналу И Это Мне Все Придает Сил Для Того Чтобы Так Сказать Бескорыстно Трудиться Ради Благо Общества О Как Ну Что Сыграли Мы С вами Эту Гамму Легата А Теперь Давайте Поговорим О том А зачем Вообще Нужна Эта Позиционная Аппликатура Понимаете В чем Дело Когда Пальцы Идут По Порядку Они Дают Больше Скорости Например Если Нам Надо Сыграть До Ре Ми Фа Как Нам Надо Сыграть Фа А до Ре Ми Будет Как Фаршлаг То То Надо Прам И Чтобы Была Только Фа Это Прошло Быстро Если Пытаться Играть Обычный У 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 Легко Что Позиционно И Вот Типа И В Гаммах Тоже Такой же Принцип Вы Можете Грачева Да Если Не Ошибаюсь Профессор Такой Фундаментальный Фундаментального Музицирования Посмотрите Там Мастер Класс Сообщества Какой То есть Аккордеон Про Что Ли А Я По Мому Давал Ссылку В Группе Он Показывает Аппликатуры Вся Китом На На 5 Рядов На 6 Даже Рядов Ой Ну Интересно Конечно Да Я Не Завидую Кто Учится И Кто Издавать Вот Эти Аппликатуры Это Мне кажется Уже Слишком Немножко Потому Что Всегда Можно Придумать То Что Будет Как Создавать Такую Систему Знаний Чтобы Проявлять Вашу Власть Но Это Не Означает Что Это Всегда Именно Понадобится Хотя В данном Мне интересно Было Я Даже Многие Из этих Аппликатур Я даже Их Не Знал Не Задумывался Что Можно Так Сыграть Это Конечно Феноменально Но У нас Пока Не Настолько Все Сложно Может Быть В будущем Захочется Мне Все Эти Аппликатуры Освоить Просто Это Так Скучновато Я Сам Тоже Как Б Особо Не Люблю Именно Гаммы Но Хотя На Элементарном Уровне Это Поиграть Весьма Забавно Поэтому Не Пугайтесь Раньше Времени И Лучше Мне Про Это Не Сообщайте Если Вам Гаммы Как То Не Нравится Я Что Такое Не Люблю Я Все Равно Так Сказать Большую Часть Жизни Был Именно Материалистом Сейчас Тоже Но Возникают Сомнения Есть Возможно Магия А Возможно Магия Это Есть Музыка Как Александр Зинов Сказал Да Мне Понравился Этот Комментарий Вот А Вообще Материалист Математик Все Эти Комбинации Исследования Я Люблю Поэтому Так Сказать Не Не Нужно Писать Что Вам Допустим Гаммы Не Нравится Буду Удалять Такие Комментарии Так Вот Позицион Сыграть Легко А Такой Сложнее Такой Сложнее Но Если У вас Хорошая Техника Вы В общем-то И такой Сможете Но В общем-то Чего Мучиться Зря И Что Самое Это Главное Что Самое Это Главное Позиционная Она Конечно Позволяет Сыграть Быстро Давайте Попробуем Ну Надо Постараться Может Еще Быстрее Получится А Такой Вот Сложнее Да Сложнее Действительно Я Согласен Позиционной Можно Прям Волной Такой Сыграть Да Но Позиционные У ней Есть Минус Она Хоть И Позволяет Сыграть Быстро Вы Можете Постреть Как Грачев Игра Он Там Феноменально Это Здорово Конечно Да Вот Но Позиционная Она Не дает Нам Качество Например Если Нам Надо Играть Стакката В быстром Темпе Смотрите Вот Это Не Всем Дано Так Сразу Научиться Я Так Пока Еще И Не Учу То Есть Вам Так Сразу Не Сыграть Вы Будете Вот Так Играть А Чтобы Стакката Вот Традиционный Так Получается Оппозиционный Так Не Получится Потому Что Вот Это Хорошо Прорубает Вот Это Хорошо А Вот Это Я Как Вы Четвертым Пятым Вот Так Прорубите На Стакката Ничего Подобного Тут Уже Просто Тупо Техника Начинается Вот Именно Самая Так Жесткая У Вас Просто Не Получится Так Прорубить Вот Это Вот Вот Так То Легко Пробивается Легко А Вот Так Сможете Так Пробить Что Да Ну То То Здесь Она Проигрывает Эта Аппликатура Так Можно Сыграть Стакката Традиционный Быстро Отчетливо А позиционная Уже Так Не Получится Вот Есть Такой Как бы Минус Вообще Еще Можете Почитать Про Позиционную Аппликатуру Ой Что-то Не могу Вспомнить Профессор Значит Писал Статью Еще Один Неграчев Еще Один А Дмитриев Вот Точно Дмитриев Применение Позиционной Аппликатуры Вот Прям Серьезно Но Вы На Его Записи Посмотрите Хорошо Играет Но Четкости Штриха Нет Как У Склярова А если Склярова Постать Он Не увлекается Сильно Именно Позиционной Аппликатурой Он Все равно Играет Больше Традиционно И играет Великолепным Штрихом Поэтому И возникает Вопрос Соотношение Так сказать Цены И качества Баланса Между Штрихом И Скоростью Ну да ладно С вами был Александр Плей Викинг Музыки Пока не пытайтесь Играть Поверхностные Легата Чтобы у вас Было Быстро Стаката Играйте Просто Обычные Легата Постепенно Мы наверное Подберемся К этому Вопросу Всегда Он всех Баянистов Притяг Манит Этот вопрос Как Играть Скляровский Штрих Так сказать Которые Не у всех Получается Это очень Непростой На самом деле Вопрос Все С вами был Александр Плей Всем пока Я исчезаю